Девушки отдыхают Мостроение, должен позвонить Новикову. Мостроение, кстати, требует, чтобы ему 7 миллионов купили сразу наличными. Алтухов, думаю, будет недоволен. Черт разберет, какие статьи о ферме Мострояне. Разыграем льготную только тёпку. Чем мне капричит быть? Только мне нужен телефон какой-нибудь клиента. Лучше женщина. Самолет в 1605. Это же твой мальчишник. Это не то, что ты думаешь. Да я не думаю, я вижу. Вижу. Мой первый зам Евгений Новиков. Твои знакомые. Достаточно, чтобы отказаться от всех наших с вами договорённостей. Ну, ничто было написано, во сколько оно обойдётся. Он заключит контракт с Дальними берегами. Вот это же. Вот это такое бывает? Какая-то девушка из нашего фериала просила передать вам это. Проект «Дача без труда». Идея, конечно, оригинальная, но не для нас. Министерство объявило тендер на тему развития отечественного туризма. Абсолютное попадание. Уже готовые мне на блюдечке принесли, а она его выкинула. Потому что вы его забраковали. А дайте мне два дня. Вперёд. Алло, вас беспокоит Руслан Сабиров. Конечно, давайте встретимся. Я хотел извиниться. Мне больше не нужен ваш проект. Корыстная цель отпала. Да, это прекрасно, потому что я как раз собралась показать его в Дальних берегах. Даша, а могу я рассчитывать на ещё одну встречу с вами? Я избегаю людей, однажды совравших. Я направлялся к вам, а ваш сын решил сделать моё появление более красочным. Анастасия Рыкова беспокоит. Компания «Дальние берега». А мы ознакомились с вашим проектом, он нам понравился. Мой проект отправили на тендер в министерстве. Я сейчас сделаю вид, что проект мне особо-то так пока и не нужен. Да? А времени у тебя нет, Жень. Какой у тебя план? Затащу в койку. Разыграю страстную любовь. Проект украду. Доброе утро. Посмотри, какая красавица. Ужас. Почему ужас? По-моему, прекрасно. Уже восемь. Ну и что? Мне нужно ехать домой, кормить своих мужчин. А меня накормить не надо? Доброе утро, папа. Папочка, можешь не отвечать на меня? Я тебя очень хорошо слышу. Передай на меня, приятно. Папа, ну я не услышала телефон, потому что ты знаешь, что он меня очень слабо дребезжит. Где я? У подружки. Готовишь презентацию проекта? Нет, пап, я не у подружки. Скажи, в косметическом салоне задержалась до утра. Папа, я у Жени. Ты его знаешь. Папа, слушай, нет, он хороший человек. Нет, он не глупый. Ну, ты просто видел его в глупой ситуации, и он был в твоем спортивном костюме. Папочка, давай об этом дома поговорим. Кстати, я его уже постирал. Папа, пожалуйста, не нужно умирать с голоду. Там в холодильнике есть сыр. Сделай себе со Степкой бутерброд. Все, я скоро буду. А мне бутерброды? Прости, он постоянно меня отчитывает. Красивое кольцо. У твоей девушки есть вкус. Это моя мама. Единственное, что от нее осталось. Прости, пожалуйста, я ужасно не стану. Да нет, ты прекрасна. Даша, я должен тебе кое в чем признаться. Нет, Жень, давай ты не будешь, давай мы не будем торопить события. Я лучше поеду. Так, может, я тебя отвезу? Нет, я такси поймаю. А когда мы увидимся? Позвони. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дзинь-дзинь. Даша, я украл твой проект. Поэтому ты должна выйти за меня замуж. Да, Новиков такой сволочью ты никогда не был. Даша, возьми трубку, муж звонит. Дмитрий Александрович, категорически вас приветствую. Здорово. Опа, а это что такое? Тот самый проект? Удачи без труда? Все срослось? А ну давай, 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 рассказывай. Колись, народу подробности нужны. Какие подробности? Ничего не было. Ничего не было. А чего было-то? Чего было? Ничего не говори. Ничего. Узнай я сам. Великий дух туризма. Да, все было, все было. Ах ты засранец. Навешал лапшу, соблазнил невинную девушку и спер проект. Э, гениально. Жека, не перестаешь ты меня удивлять. Это просто какой-то иезуитский цинизм в сочетании с нашей великой целью. Просто Даша без труда. Алтухов будет счастлив. Короче, гейм овер. Алтухов и так будет счастлив. Мы преподнесем ему настроение на блюдечке и с голубой каемочкой. А, Даша без труда? Это проект. Даша. Стоп. Не понял. Ты что, задний ход даешь? Я тебя не узнаю. Я ослышался. Ты не ослышался? Боже мой, наш мачо растерянности. Жека, ты заболел? Нет, я не заболел. Нет, заболел. Заболел. Хорошо можешь считать, что я заболел. Учащенный пульс. Можешь считать, что я переродился. Стал старым, чувствительным. Тема закрыта. Про дачу без труда забыли. И делаем акцент на итальянском проекте. Понятно. Ну, как скажешь, у тебя всегда был великий и замечательный вкус. О вкусе этот галстук не совсем тебе подходит. Евгений Александрович, я надеюсь, ты не забыл, что сегодня пижамная вечеринка. Да, Алёна, помню, пижамная вечеринка. Ты знаешь, сколько стоит этот галстук? Олег Витальевич, выметайся. Мне перед корпоративом надо ещё кое-куда скачать. Давай, как скажешь, начальник, как скажешь. Конфет хочешь? КОНЕЦ Гейм овер, говоришь, Евгений Александрович. Да нет, игра только начинается. Евгений Александрович, а это розочка, которую я вам подарила? Ой, Ларшечка, я не помню, вроде. Да, да. Да это, только она у меня вся погрызанная была. Клёпочка её грызла, грызла. Я поэтому вам её избагрила. Ты, ваша соседка, ты когда будешь приходить ко мне цветы поливать, ты своё животное сапы не бери, ладно? Евгений Александрович, а моё животное, оно поумнее. Евгений Александрович, а это что такое? Виктория, ну правда, ну что, полиция нравов, что ли? Я же в Виталию еду. Неаполь-то это вообще-то урок. Да? А я бы лучше в Верону поехала. Ой, хотела бы я восстановить приличие. Да поздно, притворяться не могу. Ты любишь ли меня? Я? Да нет, это я Джульетту хотела сыграть, а? Теперь хотя бы балкон увидеть. Он такой красивый, весь в рюшечках. Дорогие мои, выбирать не приходится. Я думала, мечта всей моей жизни Италии мне уже не светит, а тут такой чудесный каприз судьбы. Ой, а нам-то нам-то что делать? Товарищ режиссер. Как что, ревизоры репетировать? А вернусь из Италии, поставим что-нибудь итальянской гальдони, например. Слуга двух господ всю жизнь грезила, ласкала колизей. Как же я вам забита, девочка Анатольевна, вы в этом колизее боевиков увидите. Ой, Марочка, не увижу. Карита-то в Испании. Ой-ой-ой, хоть пицца-то поедите. Танюш, ну чего, как? Хорошо, а? Липчик не торчит? А то без него как-то… Очень красиво, Маринка, ты очень красивая. Спасибо. Смотри, я вчера тапочки новые купила. Смешные, да? Я бы ни за что не разорилась, но раз вечеринка… Правильно. Ой, туристическая компания «Дохнико», здравствуйте. Ой, вы знаете, нет, мы сегодня не работаем. У нас сегодня пижамная вечеринка. Что говоришь-то, Тура? Какая пижамная вечеринка? Что говоришь-то? Так. Аленка. Господи ты, боже мой. Так, девчонки, давайте разгребайте со стойки, будем накрывать столы. Так, Марина, давай пошустрее. Что? Ты с ума сошел? У меня маникюр. Ладно, пойду Ивана позову. Ален, посмотри, какие тапочки у меня. Нормальные. Да какие нормальные, лапочки-тапочки. Какая красота. Вот это я понимаю. Отдых для глаз и для коллектива. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, Лев Михайлович, это вы нас еще в бикини не видели. А, Мариночка, у нас все впереди. Будем хорошо работать, будем корпоративы на богам их устраивать. Разошлась, мать. Здравствуй, друг мой сердечный. Узнал? Да, это я, твой любимый заказчик. Ты сейчас как, свободен? Хорошо. Отлично. Прекрасно. Слушай, друг мой компьютерный гений, есть тут для тебя одна работенка. Ну, ты что, деньгами не объявил? Значит, выслал тебе на адрес один проект «Дача без труда». Да. Значит, автор проекта Дарья Светлова. Да, в файле там есть ее мейл. Взломаешь ее почту и с ее адреса отсылаешь нашему директору Алтухову. Я его адрес тебе сейчас пришлю и смс-кри. Весь этот проект. Отлично. У тебя 10 минут. Значит, гулять с собакой, поливать цветы и почту забирать. Вы мне за это магнит привезите с этим вот балконом Джульетты. Да, 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 да. И мне тоже, девушка Анатольевна, один. Всем Джульеттам по магниту. Спасибо. Алло. Да, спасибо. Девочка Анатольевна, гандола подана. Так. Так, все в сборе. Давайте присядем на дорожку. Так. Гандола это. Гандола. 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 Лей, Михаил, что вызывали? Давай-давай, заходи. Слушай-ка, некая Дарья Светлова прислала нам свой проектик. Дача без труда. А Дарья Светлова знакома фамилия? Ха-ха-ха-ха-ха. Слушай-ка, тощ-тощ, моя бывшая теща. Замучила меня своей консервацией, вареньем закормила Представляешь, сначала забила весь погреб банками, потом перекинулась ко мне на балкон Потому что испорить с ней было абсолютно бесполезно Чего? Потому что это фанатизм, понимаешь, на генетическом уровне, он неискореним Я говорила, будете зимой кушать и тещу с благодарностью вспоминать Я с тех пор сладкого вообще не ем, ее не вспоминаю Это мой тесть, покойник, ну копия Представляешь, все лето вот так вот с утра до вечера колол дрова Пыхтел за сердце, хватался, помирал, но колол Колол, сколько же мне крови и задача испортила Это то, что нам нужно Вот это то, что нам нужно Еще раз все перепроверь Понял И отправляй на тендер Зарегистрируй и в министерство Только сделай это буквально вчера Уже сделал, Лев Михайлович Да, тут еще одна тема Нет! Нет! Никаких тем, никаких дел Закругляемся с делами и выдвигаемся к народу Ты пижамку не забыл? Да О, а у меня почти такая же, как у вас Лев Михайлович, такая же Ну, в смысле, шелковая А, а что стоишь? Иди, 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 одевайся Ты не представляешь, какой там цветник Да? Я-то думал так По-простому, по-домашнему, неформально А там такой Иди, одевайся Я понял, ладно, все, бегу, бегу Я пошел Не навернись, когда вешать будешь В принципе, мне все равно Че это с ним? Сейчас мы одну шторку повесим Потом еще одну И твой проект победит Подожди, еще Рыкова должна позвонить Обязательно позвонит, куда она денется? И тогда мы с тобой будем в шоколаде Да, а Новиков будет отдыхать Интересно, он постирал костюм твоего папы? Да В смысле? А ты откуда знаешь? Ты что? Встречалась с ним? Лиля, это мягко сказано И чего, и чего рассказывай? Это было так Ну, я понимаю, что я ничего не смогла сама поделать Понимаешь? Я знаю, что это неправильно Это нормально, это нормально Ты живой человек Но, ты знаешь, это очень быстро Ты что, осуждаешь меня? Я все понимаю Я тебя не осужду Просто мне это немножко напоминает Твоего первого мужа Нет Ты понимаешь Мне показалось, что Вот именно, что Тебе показалось Такие, как он, вообще любить не способны И надо жестче с ним А я жестче? И вообще, я не буду ему звонить Правильно Алло Даша Привет, как дела? Чем занимаешься? Я украшаю быт А не хочешь ты Украсить сегодня мой вечер? Я знаю один хорошенький ресторанчик Я не могу Мне сегодня нужно Степку забрать из секции И ужин приготовить Давай в другой раз, хорошо? Таша, я понимаю, сын А как же я? Молодец Пусть помучается Ну, что, мальчики? Отдыхаем Так Так Ну, что, парни? Кто-нибудь гулял на тобой вечеринке? Что делал? Что, что? Напоить, да и всех спать уложить А что вообще происходит-то, а? Это рай Кто это все придумал? Кто, кто? Дед в пальто, у Тухов Спасибо Поехали Даш, ну хватит уже Что? Ты что, думаешь, я не вижу? Ты ждешь звонка от Ловикова Ну, ты сама его отшила Я знаю, что я отшила Почему он так легко сдался? Почему он даже не попробовал мне перезвонить? Я не попробовал меня как-нибудь вернуть Может быть, он мне больше всего на свете сейчас нужен? Даш Не переживай Я уверена Он тебе обязательно Обязательно позвонит Так, не открывай, это он А я не буду открывать Я только в глазок посмотрю и все Я не буду открывать Я не буду открывать Ну, все с вами ясно Ничего пока не ясно А мы сейчас все проясним Это конструктор тебе И вот это веселая композиция науки и творчества Все в одном флаконе Жень, зачем все это? Лиль, скажи мне, пожалуйста, как психолог Психологу Правда ли то, что путь к сердцу девушки Лежит через мозг и подруги? Ну, про мозг я ничего не знаю Но оценка эксперта это обязательно Ну, так сделайте эту оценку Перед вами стоит молодой, красивый, влюбленный Экземпляр гетеросексуала Ну, что ж, я думаю Конструктор Надо степью брать Телефон Тоже И вообще Подарки и комплименты Женщина должна принимать элегантно Это говорит эксперт И что мне делать? Прощать За что прощать? Я ни в чем не виноват Виновата Ну, мы пока не знаем в чем Ну, до свидания Ой, простите Скажи мне, Даша Ты что, на меня обижена? Я не обижена Все в порядке Один раз просто оборвалась Поэтому теперь Зачем ты, Лиля, соврал про влюбленность? Соврал? Угу Я ждал, Зарух, никогда не врать После встречи с тобой Или ты забыла? Значит, не соврал Никак нет Мой генерал Смеешься, да? Лен Михайлович! Лен Михайлович Простите Ну что, ну что Ну что, Марина Ну что, ну что Собретаешь Как на пожар Как к себе домой Что стряслось? Ничего не стряслось Просто вас там все ждут А вас нет Вот я решила вас Простимулировать Вот Это вам Все в сборе? Да Только вас нет Новикова Ушел и не вернемся Позвоним ему На кого он там Заскочил И скоро ли соскочит? Ой, да я ему уже звонила Звонила, звонила, звонила Он трубку не берет Да Сбрасывай звонки Хатток Ничего Сейчас же меня не сбросит Где мой телефон? О, Лен Михайлович Может вы его В другой пижаме оставили? Марина Все, поняла Иди Все, ждем вас Лен Михайлович Ждем вас Все Новиков Виталий Михайлович Корпоратив? Ну как же, конечно помню Пижамная вечеринка Как и договаривались Хорошо Буду Давай еще вот так Хорошо Хорошо Так Теперь Обними ее Вот Да Маринечка Можем отметить юбилей фирмы А может пойдем со мной? Вдруг там будет весело Я в вашу контору не пойду точно А ты, если хочешь, можешь пойти А если я не хочу? Имею право не хотеть Имеешь полное право не хотеть Но не пойти не имеешь права Как говорит Степка За разум и чувства Отвечают разные полушария мозга Вот он у тебя такой умный Потому что твой сын А знаешь, что ты мой идеал? Смотри Откуда у тебя такая фотография? Даже у меня такой нет Это собирательный образ моего идеала Точнее Это фоторобот Девушки моей мечты Я его сделал еще до знакомства с тобой Лет, это и правда я? Мистика, да? А знаешь почему? Потому что ты моя судьба Ты врешь Если я вру, пусть сейчас небо обрушится на меня А Степка у тебя кино любит? Да До вечера До вечера Лев Михайлович Ну сколько же можно Такую красоту от народа скрывать? Ну вас ждем А вас нет Лев Михайлович Ну что ты говоришь А Новиков есть? Нет Без Новикова не начинать Есть не начинать Грубо Шагом марш Новиков Новиков Новиков, ну ты где? А главное в чем? В лифте? Я тебя про костюм спрашиваю Пижаму взял? Господа, товарищи Граждане, не спать В конце концов Дорогие халаты Пижамки, ночнушки На нас сегодня Не для того, чтобы отходить ко сну А для того, чтобы Вы почувствовали себя Все здесь как дома Потому что мы ведь с вами все Словно одна семья У всех локалы наполнены, да? Да Все помним, что мы празднуем Несмотря на грозные времена И жаркий сезон Мы с вами празднуем Наш юбилей! А теперь анекдот Звонок в турагентство Алло Вы Египет продаете? Продаем А Италию? Продаем И Францию продаем И Австралию продаем И Америку продаем Мы бы и Луну С Марсом продали бы Но там климат нехороший Не советуем Коллеги, коллеги, коллеги Я боюсь, что вы не до конца Поняли юмор Анекдотица-то про нас Наш клиент с нами Почему? Потому что мы с ним честны Мы с ним открыты Потому что мы лучшие! Да! Потому что мы кто? Я! Команда, мы семья Как я уже сказал Семья Мы самая дружная и крепкая семья Я уверен в каждом из нас В каждом, 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 каждом Но один из вас Беспокоит меня все больше и больше Кто? Я прям не знаю, что с ним делать Человек, конечно, незаурядный Но что у него в голове творится? Черт и что уговорю творится А теперь загадка Кто найдет выход Из самой, казалось бы, безнадежной ситуации Из самого глухого угла Кто, в конце концов, заполучил для нас итальянский контракт? Новико! Новико! Где он, наш герой? Новико! 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 Сегодня он мой зам, а завтра... Он, может быть, ваш босс О-о-о! Ну как там твой экземпляр гетеросексуальный? Сама-то влюбилась в своего нового Ванечку? Ну ты сравнила У нас с ним все на кастральном уровне Это как? Да никак! Я видела его в кафе со своей уже бывшей невестой Да ладно? Да! Он посидел немножко и ушел А она заплакала прямо в десерт И это обнадеживает Жалко ее Жалко ей? Ты меня пожалей! Подругу любимую Ну ты собралась? Да Слушай, Даша Если вы с Женей после кино ничего не придумаете То приезжайте ко мне в деревню С ночевкой А-а-а Ты даже не видела я, какие хоромы мне дядя с тетей оставили И я не знаю, как им там за бугром живется Но мне в их... Коттед же просто супер Но только немного скучно Поэтому вы приезжайте Мы растопим камин Выпьем За что? Я тебе предсказываю Тебе сегодня позвонит Рыхова и скажет, что твой гениальный проект... Ты выиграл тендер? Ну все, электричка идет Давай, пока, удачи! Ух ты ж! Мама! Какая ты красивая! Где дед забыл? А дед внизу На седанке собралась, а? В кино! В кино? Без меня! Почему без тебя? С тобой! Только давай быстрее руки мой, ешь и поедем Ура! Обожаю кино! Алло! Дарья! Да! Добрый день! Нам нужно встретиться Да, конечно, я приеду Да, успею Спасибо большое, что вы позвонили До встречи! Ну и костюме, скажи, итальянская группа уже полетела Через полчаса будут в отдыхе А что ты себя на часы смотришь? Что-то торопишься куда-нибудь? И жить торопимся и чувствовать спешим Ладно, серьезно? Да не поверите В кино И билеты уже купил Не поверю Да не, правда в кино А места для поцелуев Да ладно, вали уже Ловелас, черт А вы не видели моего алтухусика? Ущипни меня Это что, это к нам? Сомневаюсь Но, судя по наряду Ее прислали сюда Во временное пользование На праздник Левушка! Эй, стоп У меня тут свое кино Дорогие мои! Объявляю план распорядок Точнее, приказ Он подписан И не обсуждается Гуляем И отрываемся На полную В выходные Реабилитации Пользуясь случаем Разрешите представить вам ту Которая дарит мне праздники И выходные Моя женщина Фейерверк Милочка Ну-ну-ну-ну Только на войне Этот приз достанется на тебе И не мне Новым судовым свершением Не нам Ура, товарищи! Ура! Слушайте, девчонки Мне кажется, наш гендиректор попал Она настоящая стерпень Девочки, она скорее в облах Вы видели, какая она худая? Губы, губы какие! Слушайте, девчонки, а у нее вот грудь, они... Ой, ты, господи, к бабке не ходи накачала! За нас, дорогие! Опачки! Это тебе от босса! Ага, спасибо! Ты сам-то куда? Я в кино Босс отпустил Понятно! А ты почему один? Так сам аппетитный занятал уже Ага! Любовь, комсомол и весна? Да! Ну давай! Сама, небось, за ряда пять раз летала туда-сюда, куда попала! И ни один дурак не тормознул, а? Действительно Ох ты, бессовестная! Сама, пассажиры, повторяю Возникли проблемы с вашим вылетом Какие еще проблемы? Я заплатила, я в Италию хочу! Это безобразие! Бардак! Это бардак! Как только появится представитель вашей турфермы Какие представители? Мы решим все детали Да самолет же улетит, ты что, не понимаешь? Алло! Ваши представители ворюги! 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 Вот мне только что сообщили, что вам не подтвердили вылет К сожалению Мафета, точно говорю! Жульон! Над простым народом наживаются Вон, посмотрите, сколько людей надули В полицию надо В полицию! В полицию! Это крушение, господа! Отдых сорван! Руководство турфирмы «Отдохнико» должно ответить за все! Должно ответить за вера! От вера века! Об этом обмане должны узнать все! И город, и страна, и мир! Правильно! Я предлагаю объявить голодовку! Здорово! Только я не могу убедить гастрит поджелудочное! Давайте кого-нибудь покрепче! Я предлагаю пригласить журналистов! Да-да-да-да! Я не могу убедить гастрит поджелудку! Я не могу убедить! Я не могу убедиться с генеральным директором господином Алтуховым! Господин Алтухов! Если вы нас видите! Лёшка, это же про тебя! Ты теперь сильная партийся! Можно автограф! Решили поработать на два фронта? На что вы рассчитывали? Я не понимаю, о чем вы? За кого вы меня принимаете? В министерство поступило два совершенно одинаковых проекта! Одну дачу без труда отправили мы, а другую отдохни-ко! Название, направление один в один! Даже фотографии одни и те же! Возникает вопрос! Кто у кого украл проект? Но это мой проект! Мой, понимаете? И у меня на компьютере есть все стадии его разработки! Возможно! Но факт! Но факт остается фактом! И наша компания «Дальние берега» по вашей милости находится в неоднозначной ситуации! Это катастрофа! И вы ее автор! Я не понимаю, как это произошло! Я что-то с этим сделаю! Я смеялся! Я смеялся! Я смеялся! Я смеялся! Лес Михалыч, вижу я! Где Новико? Он же в кино! Вы его сами отпустили! Да, точно! Все! Кино закончилось! Простите, Лев Михалыч, а что, собственно говоря, случилось? Лев Михалыч, вам плохо! Хотите водички? Что случилось, Лев Михалыч? Наши туристы не вылетели в Италию! Почему? В том, что отель, в который мы их направили, не существует! Сейчас они бушуют в аэропорту! Скоро будут здесь, в офисе! Приберите здесь все! Толстый, ну чего, давай! Руководил! Убираем! Убираем все! Как так могло произойти? Ведь я как проект мог оказаться в министерстве. Я его отправляла только Рыковой. Так, мам, без паники. Вспомни, когда ты последний раз его открывала? Ну, дня два, может быть, три назад. Давай посмотрим. Ну вот. Так, файл создан. Изменен, сохранен. Я последний раз отправляла его со смартфона. Сейчас, сейчас я проверю. Сейчас. Проект открывали сегодня ночью. Сегодня ночью? Ты был с дядей Женей, то больше получается некому. Да? Ты почему трубку не берешь? Ты где, клоун? В кино или в цирке? Нет, через полчаса буду. Да? А вот туристы твои ни через полчаса, ни через час, ни вообще никогда там не будут, а потому что накрылся твой проект медным тазом. Это я тебя хочу спросить, что произошло? Почему туристы никуда не вылетели? Почему отеля вообще не существует? Этого не может быть. Алло, Лев Михайлович. Алло. Думал, не догадаешь? Телефончик новый купил. А со старого что, письма плохо уходили? Даша. Не трогай меня. Или спал со мной, а когда заснула, в сумку залез. Как ты мог? Я тебя ненавижу. Я вам маму свою доверю, а вы ежды. Даша, Степ. Пап, ты долго еще? Пять минут уедем. Собирайтесь. Даша. Степ. Да послушайте вы. Аркадий Борисович, извините, а я вас сразу не заметил, зато я заметил. А куда вы собрались? В светлое будущее. Ну, варишь хренов. Кого позвать? Кого надо? Сначала Россию. Обокрали. Все, которое мы собственными руками строили. А теперь за наших дочерей взялись. Вы меня демолизируете. Шел бы ты, красавчик, колбаской помал и спаской, а то я тебя демонтирую. Мы никуда не уйдем, зовите вашего начальника. Он сейчас занят. Чем он, интересно, занят? Наши денежки ворует. Он занят выяснением сложившихся обстоятельств. А ну давай, его жена, бегом. Сейчас вы ему эти самые обстоятельства и разъяснили. Я хорошо его запомнила. Он мне вручал путевку. Глаза такие добрые, добрые, честные, честные. Это был не директор, а его заместитель. Он никогда не станет директором, потому что сядет. Вся страна, свидетели. Да вы просчитались. Нас много, и мы не сдадимся. Вендетта, вендетта. Правильно это, правильно. А что это такое? Бой быков, что ли? Это хуже, мой дорогой, хуже. Вендетта, вендетта, вендетта. Вендетта. С бабой перепутал. Лев Михайлович, можно я сделал один звоночек? Раньше надо было делать звоночки. Раньше. Новиков, ты меня в могилу сведешь, живого. Дай мне телефон на твоем настроении, а то у меня визитка на столе осталась. что-то есть. Тебя сделали, Новиков. Походу, и меня тоже. Почему ты вечно лезешь впереди паровоза, Новиков? Я тебя сейчас отдам туристам на съедение. Они тебя с потрохами сожрут, понимаешь? Разорвут. Да. Да, я слушаю. А я смотрю телевизор и страшно за тебя переживаю. Под контролем, говоришь? Что ж, уважаю. Слова не мальчика, но мужа. Хотя деньги имеют обыкновение кончаться. Я же сказал, все под контролем. Да, верю, верю. И тем не менее, в свете последних событий оставляю за собой право контрольного выстрела. Ты сдурел, что ли, по ночам трезвонить? Чего тебе? А Дашу можно? Ну, тебе она для чего? Ну, я просто хотел ей объяснить. Не надо ничего объяснять. Найди себе девушку попроще. И вот играйся, развлекайся сколько надо. Не по твоей чести. Понял? Еще раз тебе я убежу. Я тебе на мост поставлю и по ковру размажу. Понял? Все. Нет, не совсем. Ну, не помню. Нету ее дома. Чего не понял-то? У этой баллонки она гадрил. У Лильки она. Все, давай. У Лильки? Послушайте, я просто, понимаете, я никогда ее не обижал. И не хочу, и не обижу никогда. Просто произошло недоразумение. Умоляю вас, скажите адрес, а? Вот как ты умеешь слова так бросать, а? Вот взять бы тебя и вот глубоким захватом, как бросануть разочек. Это не просто слова. Я разберусь, Аркадий Борисович. О, имя выучил. Послушайте, я... Я люблю вашу дочь. И это навсегда. Я понимаю, что это громко, но я умоляю вас. Поймите. Я что, Железный, что ли? Хотя, знаешь, как мне умеют? Юлистер называли, Аркаша, Железный. Потому что я брал захват, и все. Смерть наступала, а тут душ я. Ольховка, проезд Крупской, дом 3. Запомнил? Повтори. Ольховка, проезд Крупской, дом 3. Дом 3. Вот, смотри. Если еще хоть раз. Никогда. Мост. И по ковру. И не развяжешь. Два раза. Вы настоящий. Вы настоящий отец. Я слов на ветер не бросаю. Я тоже. Дом 3. Бумасшедший. Лиль. Лиль. Он был такой нежный. Такой. Все, 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 все. Хватит о нем думать. Хватит. Я не могу. Это было лучшее, что было в моей жизни. Выпей воды, пожалуйста. Выпей. Ну, что? А ему нужен был только этот проект. Понимаешь? И все. Все остальное было ложь. Вот просто. И главное, что ведь это все было понятно. Это все было понятно, что ничего хорошего не будет. Все, я больше не могу. У тебя водка есть? Только вино. Ага. Лиль. 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 Ну, зачем ты мне звонишь, а? Даша, ну, возьми трубку. Я тебя выкину сейчас. Понял меня? Выкину тебя. Так, ты что с ума сошли? Ты знаешь, сколько он стоит вообще? Не знаю. Послушай, все, хватит. Значит, завтра ты поедешь в эту контору и во всем там разберешься. Поняла? Да. Поедешь. Мы вместе с тобой поедем. И мы прорвемся, потому что ты права. Понимаешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ё-моё, не сейчас, ребята, не сейчас! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА